На поле стадиона Первомайский только защитники локомотива. В преддверии встречи с казанской стрелой игроки этого амплуа отрабатывают быстрые прорывы и комбинации. Нападающие занимаются отдельно. Однако в воскресенье в одном из главных матчей сезона все они станут единым целым. Ведь только так можно пробиться в финал и повторить прошлогодний успех. Это ни о чем не говорит, что мы там серебряные призеры. Это было в прошлом. Сейчас будет игра, которой нужно опять доказывать, на каком месте мы идем, какая у нас сила на данный момент. И все из одного матча будет решаться. Поэтому все былые заслуги уходят на нет. В этом сезоне команды дважды встречались между собой и ни один из матчей для локомотива не получился легким. На выезде железнодорожники выиграли с преимуществом всего в 4 очка. А на Пензенском поле сильнее и вовсе оказалась стрела. Поэтому от полуфинала чемпионата России все ждут еще более жаркой борьбы. Команда строил хороший тренерский штаб, хорошие игроки. Здесь и легионеры, и свои игроки, которые пополняют детскую школу. Соответственно, здесь все матчи, которые мы играем, складываются непросто. И первая часть, которая здесь закончилась. Да и в принципе, наверное, и прошлый брать сезон. Поэтому хорошая команда. И сегодня не зря находится на третьем месте. Что касается нас, нашего разбора игры, здесь сделать большой акцент все-таки на контроль мяча и на защиту. Здесь в первую очередь нужно обратить на эти внимание. Ну и на дисциплину, которую, чтобы при хорошем бьющем команде стреле, нужно минимум получать штрафных. Готовятся, кстати, не только спортсмены. Трудятся и работники стадиона. Ведь условия должны соответствовать статусу матча. Матч между Локомотивом и Стрелой начнется в это воскресенье в 13.30. Сильнейшая из двух команд сразится в решающей игре чемпионата России по регби-15 с победителем другой полуфинальной пары, красноярским Енисеем СТМ или Монинским ВВА Подмосковья.